Кого он только не играл! Танкистов и курсантов, спецназовцев и капитанов госбезопасности. Было время, когда артиста сравнивали с Брюсом Уиллисом. Хотя одно из первых появлений на экране в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» было отнюдь негероическим. Роль глубоко отрицательная. Настоящий успех пришел после выхода боевика «Личный номер». Картина основана на реальных событиях – «Захвате заложников» на мюзикле «Норд-Ост». В его фильмографии остросюжетные ленты органично соседствуют с мелодрамами и романтическими комедиями. И в том и в другом жанре он убедителен и ярок. Сегодня мой герой – актер театра и кино Алексей Макаров. Здравствуйте, дорогие и уважаемые телезрители. Алексей Макаров сегодня у нас в гостях. Мы последний раз виделись в студии много лет назад. Восемь. Восемь лет назад, да. Мы тогда говорили и вы рассказывали, что у вас происходит какой-то процесс работы над собой. Вот сейчас, спустя какие-то годы, вот этот процесс работы над собой, результаты дал какие-то Алексей? Думаю, что да. Я женился. Ой, я вас поздравляю. Спасибо. Уже два года как. Как известно, подобное притягивает подобное. Ну и стоило немного поработать над собой, чтобы встретить человека. Подходящего, да. Человека, с которым полностью на одной волне. В Италии считается, что детство у мужчины длится до 50 лет. Актеры многие говорят, с которыми я разговариваю, особенно актеры, ну такие работающие, не которые грезят о работе, а которые вот все время в работе. Что вот эта детскость в природе, в актерской, вот с вашей точки зрения, это правда? Вы взрослый уже или ребенок? Алексей Макаров. В душе, в душе. А можно сразу договориться, где та грань, между которой заканчивается инфантилизм или начинается инфантилизм, и заканчивается или начинается детскость? Понятие. Детскость и инфантилизм, это две разные вещи. Разные. Инфантилизм до добра не доводит. У нас примеров масса, когда человек в 45-47 лет ведет себя как ребенок, вот это все и понеслась. И чем это заканчивается? Примеров у нас масса. А есть детскость, готовность поверить в предлагаемые обстоятельства, как ребенок. Для ребенка карандаш это ракета, а вот это вот... Да-да-да, и она сейчас полетит. И вот эта игрушечная мышка, он сейчас ее посадит на этот карандаш, и они все вместе полетят. И ребенок в это часами может играть. Вот это детскость. Если она актеру присуща, он счастливый актер. Он сходу врубается в любые предлагаемые обстоятельства. Он сходу, как ребенок, в них верит. Но если его, скажем так, инфантилизм переходит в несценическую, не в киношную жизнь, то выглядит это уже... Плоховато. Ну такой, восторженный идиот. Я не знаю, как точнее сформулировать. Но у вас вот эта вера присутствует до сих пор? Ну если бы не присутствовал, я бы не занимался в этой профессии. Да, я бы уже, наверное, в режиссуру ломанулся и так далее. Наверное, присутствует. И я себя часто ловлю на мысли, что я взрослый дядя, 52 года. Внутри так и остался 27-летним, 25-летним, юношей пылким. Со взором горячим. Который, да, просто обременен теперь, как ему кажется, неким багажом знаний и вот этим телом. А так, в принципе, как было 25-27, так и осталось. Я не знаю, хорошо это или плохо, но... Нет, мне кажется, хорошо. Вообще, я скажу честно, что я Алешу очень люблю. И удивляет или как-то роднит абсолютно его честность. Может быть, он совершенно разный, взбалмошный, превосходным чувством юмора. Я обожаю его записки, его манеру вести записи, что-то такое в духе Пелевина и Сорокина и перемешанное между собой. Но самое главное, самое точное, самое такое ценное его качество – это абсолютная честность. Он будет честен в гневе, он будет честен в дружбе, он будет честен в отношении к сцене, к выходу на нее. Мы играем 7 лет и мы репетируем весь спектакль целиком, все эти 7 лет каждый раз, перед началом. Мы можем непримиримо спорить, конфликтовать, но это всегда честно. Мои пожелания другу, партнеру по сцене Алексею Валерьевичу Макарову быть абсолютно счастливым в работе, в творчестве, в съемках и, конечно же, в отношениях с его замечательной, неповторимой, удивительной, красивой Полиной. Вы актерский сын и закулисный ребенок. Абсолютно верно. Вот это ваше закулисное детство в чем выражалось? То есть вы что делали за кулисами и что это были за кулисы, Леш? Сначала это были кулисы Московского государственного мизикхола, не спектакль, а шоу, с которым они колесили по всей стране. Назывался он «Красная стрела, прибывает в Москву». Главной ролью была Любовь Григорьевна Полищук, молодая прима, которая там исполняла несколько функций, играла несколько разных ролей. А постановщиком, вы удивитесь, этого замечательного шоу, был Павлович Холмский, молодой режиссер из русского театра драмы, который впоследствии стал моим художественным руководителем курса, которому я поступил в ГИТИС. Я сейчас о преемственности поколений, о блате и так далее. И с этим спектаклем, с этим шоу там было все. Ну, представьте себе, коллектив 200 молодых людей, которые акробаты, жонглеры, артисты оригинального жанра, частицы монологов, говорящие попугаи, кардебалет, березки. Аккордеон? Обязательно березки, это самое, женщины плывут в треугольных таких, на которых натянута, как называется прозрачная ткань? Кисия. Кисия натянута, и вся кисия расшита искусственными бриллиантиками. И вот они плывут, это все голубого цвета, подсвечено, и полное ощущение, что они в воздухе плывут. Ух, красиво, мама родная. А я в этот момент за кулисами, когда эти платья потом снимались с кардебалета, они убегали переодеваться на что-то другое, я ходил между этих платьев и отковыривал эти бриллиантики, прятывая к себе в спичечную коробку. Вот чем я занимался за кулисами московского Мезехова. А потом были кулисы Московского театра «Эрмитаж», где начала работать мама, и она там проработала 8 лет. 8 лет я ковырялся за кулисами Московского театра «Эрмитаж». При мне произошла, случилась вся премьера гремевшего тогда на всю Москву спектакля «Хармс Чармс Шардан» или «Школа клоунов». «Школа клоунов», да. «Школа клоунов». Михаил Захарович Левитин поставил, имел оглушительный успех этот спектакль. Я наблюдал все это из-за кулис. В спектакле, так на секундочку, участвовал Роман Карцев. Я все это наблюдал, и к тому моменту мое решение принадлежать всему этому миру, таким же взмыленным заходить за кулисы, без сил потом лежать на какой-то балкетке, потому что они там пели, бросались на шпагат, они там танцевали. Это был не спектакль, а пушечный выстрел по энергетике. Я наблюдал, как они выкладываются, и мне хотелось так же. И во многом мое решение уже тогда начало созревать. Стать артистом, принадлежать к этому, ко всему буйству. К жизненному вот этому фонтану. Да, и в голове еще все время, на внутреннем экране передо мной был Андрей Санш Миронов в роли Остапа Бендера в фильме Марка Захарова «12 стульев». Я бредил просто этим образом, этой легкостью, этой музыкальностью, этой танцевальностью, этим цинизмом. Сарказмом. Да, мне хотелось вот так же. Вот вас, кроме вот этого вот театра «Эрмитаж» или любого другого за кулисси, где вот они все, где жизнь кипит, где они выкладываются, курица бегает, еще что-нибудь интересовало? Или только это? Ребенок в детстве хочет праздника. Да. Всегда. Да. Для меня происходящее на сцене было праздником. Я не задумывался о том, насколько тяжелый труд это. Да. Я видел, что они взмылены, но мне казалось, что они при этом счастливы бы не. Они рыжали, хохотали это все. Да, 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 да. Меня именно эта химия, возможно, и увлекла. Я еще ничего не знал про химию обмена залом, энергией. Артисты же вампиры все. Мы от зрителей, зритель нам, мы зрителю. Да. Мы выкладываемся на сцене, зритель от нас получает энергетику. В то же время, получая энергетику, он нам отдает свою энергетику. Но сказать о том, что театр проник во все мои клеточки, растворился, я не могу пока только внешняя атрибутика праздника, веселья, какие-то вот эти банкеты, разговоры, споры до хрипоты и так далее. Это все мне безумно импонировало. О чем на самом деле эта профессия, я понял только после 30 лет на самом деле. Когда я, в принципе, начал понимать, что жизнь, она не про праздник. Что меня удивляет в Алексея Макарове практически все. Потому что Леша – это планета определенная. Это один из немногих моих близких друзей, которые говорят о своих недостатках. И которые оценивают себя трезво, ясно и бодро. И потом еще Леша, помимо того, что считается, что артисты люди не очень умные, вот Леша – это исключение. Он гиперначитанный, гиперзнающий, гиперчитающий человек, который может поддержать беседу на любом уровне, и ты все равно будешь казаться, что он знает больше тебя. А сейчас мы с ним играем в спектакль, и мы не просто сдружились, но у меня не было давно такого ощущения, что я нуждаю в своем друге, что-то ему позвонить, как-то его подколоть, как-то ему ответить. Можно петь ему долгие дифирамбы. Он просто реально нормальный чувак. При том, что он может быть отвратительным. До невозможности. Но я его обожаю. Он может взорваться вот так вот. Подраться может вообще. Несмотря на то, что ему уже, ну, как бы он молодо выглядит, но, в принципе, в таком возрасте уже лечится, а он может подраться. Значит, Леш, ты молодец. Я горжусь, что ты мой друг, несмотря на огромную разницу в возрасте. Меня часто спрашивают, Алексей, вот вы, наверное, с детства как-то посещали какие-то студии. Я говорю, нет, я ничего не посещал. Я был за кулисами. А потом я стал подростком. Мне стало 15-16 лет. Что подростка интересует в 15-16 лет мальчика? Так уж сложилась моя жизнь мальчика из-за гаражей с улицы Сандеров, что меня на тот момент интересовали девочки, противоположный полк. И пиво, выпивка. А далее, следуя бесхитростной логике юноши, вот такого вот, где много выпивки и девушек? А, в театральном институте. Я пойду туда. То есть моя мотивация, она была настолько... Железной и хорошо объяснимой. К 16-15 годам у меня уже малость подстерся тот романтический ореол. От работы. Больше стало привлекать физиологию и момент потребления спиртных напитков. Вот в ту сторону я начал смотреть. Ну и все дальше случилось как нельзя более лучшим образом. Я, правда, с первого раза не поступил. Годик проработал, а со второго раза вот как раз к Хомскому. К Хомскому, да. Вы же все знали. Вот вы поступили, вы все знали про актерскую жизнь. Не все. Не все? Не все. А чего вы не знали? Я не знал, допустим, что эта профессия целиком и полностью зависима. То есть тебя выбирают. Ты можешь год сидеть без работы, тебя не выбирают. Два. Я даже три года просидел без работы. Меня не выбирали. Чисто психологически для мужчины. Тяжело. Это очень тяжело. Это тяжело, когда не востребован. И это было. Я не знал, что, допустим, в случае замены или в случае авральной ситуации придется за ночь выучить 20 страниц текста. Я не знал, что такие перегрузки... Бывают. Да, возможны. Ну, я многих вещей не знал. Я не знал о том, что в театре люди действительно интригуют, подсиживают друг друга, ненавидят, кто-то годами не здоровается. Прямо всерьез. Да, не здоровая атмосферка, как мне показалось. Это очень часто присуще репертуарным театрам, где люди по 20-30 лет в одном коллективе, ничего не меняется. Они по 10 лет играют один и тот же спектакль. И что называется, по моим наблюдениям, закисают. И когда они закисают, там в этом вареве начинается такое... Чего там только не происходит. Чего там только не происходит. Я всего этого не знал. Мне всего этого в голову. Я был идеалист. А вы когда поступили, и вот вы нашли себя в списках, вы возликовали? Да. Это был праздник какой-то? Да. Ну, вот там, я не знаю, семейный? Да, я увидел, что со мной на курсе будет учиться Женька Крюкова. Конечно, я возликовал, да. Радости моей не было предела. Это правда, я понимаю, да. Да, Евгения Крюкова, Женька, привет. Просто она необыкновенная. Да, она очень красивая. Это чистая правда. А у вас был такой момент, о котором тоже иногда говорят хорошие артисты, да? Человек приходит на первый курс, да? И он уже все, он считает себя готовым профессионалом. Это правда так бывает, да? Я был клоум. Вот когда тот момент, когда все вокруг испытывают испанский стыд, а тебе кажется, что ты безумно остроумно сейчас поступил, хохочешь только ты один. Я вот этот вот был. Очень смешно сейчас говорить. Я единственный на курсе был, которого два раза собирались выгонять за отсутствие дисциплины, Павлович Хомский. И оба раза кафедра меня отстаивала, говорила, Павлович, он перебесится и будет хорошим артистом. И будет человеком и хорошим артистом. Я себя, конечно, вел безобразно. На храписто мне казалось, что именно так должен себя вести клоун, комик, состоявшийся артист. Хотя я был сопля безгода недели. Но мне уже казалось, что я уже готов. Все, я сейчас выйду на сцену и уберу всех. И Левира Болгова сейчас два слова нам скажет о вас. Леша Макаров. Мне кажется, его качество достойно того, чтобы придумать ему специальное, отдельное определение. Это что-то такое вот собакость какая-то его. Невероятная такая органичность, да. Он вообще не врет ни в одном грамме. Я не знаю таких людей больше. Потому что мы все более-менее как-то обусловлены правилами поведения. А он же абсолютно естественен. Ну вот. Я хочу пожелать себе встречаться с тобой почаще на съемочной площадке. Спасибо, дорогая. Это самое заветное желание. Ну а тебе, конечно, вне зависимости от моей актерской судьбы, много интересных работ, встреч с профессионалами. Тоже красивая какая. Очень красивая. Хочу спросить о кино. У вас много кино, и оно совершенно разное. Ой, разное. Причем за вот те годы, что мы с вами не виделись, и которые для меня прошли практически впустую, у вас очень не изменился, а расширился с моей точки зрения диапазон, да? Потому что мы вот тогда тоже говорили о том, что не хочется вам бесконечно бегать с пистолетом. Сейчас все поменялось. В связи с этим я хочу посмотреть фрагмент из фильма «Гости из прошлого». Ну ты что, а? Сереж, тут ничего нет. В спальне, возле сейфа, аптечка. Тут как бы и спальни нет. Я не понял, это что вообще? А где сейф? Я звоню в полицию. Успокойся, не надо в полицию. Сейчас самое главное не нервничать. Я спокойна. Успокойся, говорю. Да спокойна я. Свет, ты можешь мне трындеть? Пар. А-а-а! Очнулся кузья морда. Ага. Где мой сейф, а? Ты чего с нашей квартирой сделал? Это... Вообще, это моя квартира. Чего? Моя... Сереж, успокойся. Я спокоен, я спокоен. Вот скажите, пожалуйста, есть что-то, что вам сейчас играть не хочется? Или вы вообще не склонны больше участвовать в какого-то рода кино? То есть я понимаю, что у вас тьма предложений. От каких вы отказываетесь? Есть два случая, когда я отказываюсь. Самонадеянный, может быть, несколько прозвучит, но я действительно за последние пару лет был вынужден отказываться. Но, грубо говоря, когда ты читаешь сценарий, а там написано «садят». А-а-а! Они его садят на скамейку. Я бы тоже отказалась. В этот момент я отказываюсь от сценария. Ну, в начале было слово. Ребята, ну давайте уже договариваться как-то. А второй момент, когда... Ну, это то, о чем мы говорили. Когда герой дерется, убивает, дерется, убивает, дерется, убивает, убивает, убивает. Мне это надоело. Я уже взрослый дядя совсем, чтобы бегать там это самое. И причем ирония судьбы заключается в том, что именно сейчас я нахожусь в процессе сериала, где герой никого не убивает, но бегает много с пистолетом. Ну, никого не убивает, нет. Он такой весь прибаутошник. Но он опять бегает с пистолетом. Объясню, в чем дело. Так выстроена система, к моему сожалению, что приблизительно 70% сериалов, сценариев, они посвящены людям, которые бегают с пистолетами. То есть, как бы, я выросший на кино типа «Забытая мелодия для флейты», «Служебный роман». Вы понимаете, о чем я? О бедном гусаре «Замолвите слово». «Замолвите слово», да. «Джертмены удачи». Я выросший на этих фильмах. К сожалению, сейчас в свои 52 года не могу такие сценарии найти. «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза». Ну, нет этого. Но зато очень много людей, которые бегают с пистолетами. Для того, чтобы прокормить семью элементарно, конечно, я должен в этом сниматься. Хотелось, не хотелось. Я мужчина. На мне есть некие... Обязательства. Назовем это обязательствами. Хотя это изнутри идет. Ну, я понимаю. Ответственность тоже. Ответственность, да. Вот что вам сложнее всего играть? Не в смысле какого героя, в смысле эмоций. То есть, что сложнее всего дается? Любовь или страх? Какая-то истерика? Пограничное состояние. Когда у человека внутри пограничное состояние, но он держит покерфейс. Вот это играть сложнее всего. Потому что актер всегда... Ну, я про себя сейчас буду говорить. Особенно, если он уже опытный актер. Всегда старается выдать всю палитру. Смотрите, как я умею. И здесь нападдам, и здесь нападдам. А когда ты должен... Да-да-да-да-да-да-да. Это сложно. У тебя лицо постоянно хочет ринуться туда, где привычно. Изобразить эмоцию. Задрожать вот здесь вот этой самой. Брови там губой дернуть. Я не знаю. Облизнуться. Нет. Нельзя всего этого делать. Алена Звонцова, мой любимый сценарист, любимейший. Просто она была режиссером. Ходила, говорила, ничего вообще не делай. Я тебя умоляю. Вообще ничего. У меня все внутри бомбовало. Вставало на дыбы. Ну как? Я же сейчас могу выдать все палитру. Нет. И роль получилась. Андрюх, слушаю вас. Фу, ты. Геннадий Геннадьевич, я не буду с вами выпивать, просто потому что я вас не уважаю. У вас была возможность сказать да, взяв на себя ответственность за свои поступки и женщину, которая вам доверилась. Но вы этого не сделали. Где-то я могу понять вашу мотивацию, но на мой вкус никакой космос и никакие марсианские хроники не стоят деструкции души. Если нужно, могу объяснить значение слова. Но не нужно. Я отвечаю за каждое свое слово и каждое свое решение во время вашего выхода. Вот скажите, вы послушный актер на площадке? То есть вы слушаетесь режиссера? Или бывают ситуации, когда вы просто лучше знаете? Бывает. И что тогда делать? Мы можем всегда с режиссером договориться, есть так называемый актерский дубль. По договору, по контракту я обязан выполнять указания режиссера. Я выполнил все, что он скажет. Я сыграю в том ключе, в котором он скажет. Но я попрошу потом актерский дубль, который сыграю так, как считаю нужным. И при монтаже очень часто бывает, что потом берут именно актерский дубль. Ваш, да, актерский дубль. Фрагмент из сериала «Хэппи-энд». Привет. Зачем приехал? Хотел убедиться, что у тебя все нормально. Все нормально? Послушайте, у меня сейчас вообще не до отношений. Если ты про сына, я же сказал, это не проблема. Зачем лезть в семью? У нас с тобой было один раз. Было хорошо, но это же не значит, что у нас с тобой отношения. Полин, я хочу быть с тобой. Ты умная, красивая женщина. Если есть какие-то проблемы, я их решу. Не решишь? Почему? Я занимаюсь обкалом. И мне это нравится. Вот скажите, когда вы партнерствуете с человеком, и вы должны его любить, защищать, поддерживать, если там это ваш друг, целовать, если это ваша невеста, а партнер вас раздражает. Да. Он вам не нравится. Да. И вы, когда пришли на площадку, и вы начали разговаривать, допустим, вы этого человека не знали. Да. Боже мой. А вам дальше нужно все это воплощать. Вот как это обойти? В чем здесь собака порылась? Закусить губу, если ты профессионал, и делать то, что должно. А это же вы должны собой делать-то. Ладно бы вы писали текст. Для этого существует формула «Я в предлагаемых обстоятельствах». Сегодня я раздражен. Или сегодня я болен. Или сегодня я влюблен. Или сегодня я с утра в лотерею выиграл. Я веселый, смурной, больной. Но я в предлагаемых обстоятельствах. Много лет назад я снимался в сериале, где партнерша, девушка, ну, то, как она вела себя на площадке, как она демонстративно хабалила, как она самоутверждалась постоянно каждый день. Молодая? Молодая, да. Вот все во мне претило. А у нас постельные сцены. Закусил губу, полез и сделал все. Кошмар какой. Да, потому что меня ждет группа. 30 человек. Ну, понятно, да, да, да. У меня договор, у меня обязательства. И все свои личные отношения ты можешь засунуть глубоко, далеко и надолго. Есть две градации актерские. Вот тот самый инфантилизм и детскость. Да, да, да. Есть актеры, которые одним фактом своего существования опровергают расхожую формулу о том, что актеры косноязычные, умеют читать речь только по бумажке, глуповатые люди. Я вот своим фактом своего присутствия здесь опровергаю это утверждение. Так вот, по моим наблюдениям, есть актеры-глыбы. Ну, я могу назвать Ульянова, я могу назвать Леонова, я могу назвать Янковского. Смоктуновского. Кто осмелится? Смоктуновский, Евстигнеев, Ефремов. Кто осмелился бы этим людям в глаза сказать, что они глуповатые, косноязычные, пустые, поверхностные и так далее? Кто? Я думаю, никто. Есть другая немного градация актеров. Не хочу называть фамилии. Это все больше комедийно затеяливый жанр. Да, да, да. Вот они, вот у них и вот эта детскость, они у них там до 70 присутствуют, скажем так. Актеры, которые думающие, которые наполнены изнутри, абсолютно необъяснимы. Вот я смотрю на Янковского в кадре, он ничего не делает. Абсолютно точно. Ну, он смотрит застывшим одним глазом в камеру, и у меня мурашки по коже, хотя человек ничего не делает. Вот я смотрю в утиной охоте. Человек лежит полфильма? Да. Это фильм? Это не спектакль. Он полфильма лежит на диване. Дзилов, да? Да. Оторвать глаз невозможно. Да. И вот с такими партнерами, это за счастье быть на одной площадке. Я же снимался с Янковским в фильме «Царь у Лунгина». Я вышел в кадр, это был первый дубль, и на меня напал ступор. Я осознаю, что передо мной тот самый милый, мне уже за 30. Я уже что-то там уже успел доказать как-то самому себе. Я превратился в блеющего, ничего не могущего персоналия, который вот просто смотрит на Янковского с широко открытыми глазами. Ко мне подошел Лунгин, дернул в сторону. Я говорю, что с тобой? Говорит, хватит! Соберись, что это такое? Приди в себя! Я собрался, да, пришел в себя и вышел, и все сыграл. А есть партнеры, с которыми даже выходить неохота. Вы взрослый человек, вы много работаете. У вас жена. Что вам в жизни сейчас нравится в своей собственной? А что вам не нравится, Леш? Мне нравится, что наконец-то я нашел своего человека, самого родного, самого близкого, с которым, говорят, человек счастлив, когда он из дома с радостью бежит на работу, на любимую, а с любимой работы с радостью бежит домой. Потому что там ему хорошо, его там ждут. Я счастливый человек. Я люблю свою работу и бегу на нее с радостью. Иногда ворчу, иногда не высыпаюсь. Иногда надоедать. Иногда не настроение. Но это любимая работа. Потому что это каждый раз разные локации, разные места, разные люди, разные сценарии. Это жизнь во всем ее многообразии, пестроте. Цыганский табор постоянный. Съемочная группа – это цыганский табор. Бандиты, опричники. Они приезжают. И вот мы организовываем некое творческое пространство. Из этого творческого пространства я с радостью бегу домой, потому что дома любимая жена, два кота. И я счастливый человек, мне нечем крыть в данном случае. А что мне не нравится до сих пор, по-прежнему продолжается работа над своей раздражительностью, вспыльчивостью, хамоватостью порой и прямолинейностью. По-прежнему идет работа. Не всегда это удается. Что я в себе заметил к 52 годам? Если я с утра кому-то нахамил громко, может быть, без причины, или как мне показалось, что была какая-то вопиющая причина, я потом весь следующий отрезок дня болею. Я нарушил внутреннюю гармонию. Я вывел себя из состояния равновесия. Я до вечера рефлексирую и себя грызу. Я потом бегу к человеку извиняться. Или я звоню, или я пишу что-то. Мне невыносимо жить остаток дня с мыслью, что я поколебал гармонию этой вселенной. Вот это мне в себе до сих пор, я не в восторге далеко от этих процессов. Я так это понимаю, что если ты утром на кого-то рявкнул, причем мне не важно абсолютно на кого. Стыдно-то потом. Как это потом стыдно? И потом вот это вот внутри себя на цирлах ходишь, думаешь, надо же как-то подъехать, извиниться. Да, да. А как иногда сложно извиняться. А как сложно извиняться. А как жалко человека этого. Думаешь, елки-палки. Человек пришел утром в хорошем расположении духа. Это бах. Мы в тот момент, когда извиняемся, мы немножко на горло своей гордыньки-то наступаем. Наступаем, наступаем. А гордынька в нас в каждом такая. Особенно в артистах, в творческих людях. Абсолютно. Художники, писатели, артисты, музыканты. Мы же пупы земли. Да, гордынька. Абсолютно. Это гордынька. Как это я буду извиняться? Да вот так. Подойди, встань на колени, да извинись. Увидишь, как легче станет. Это правда. Вот это, кстати, сказать, очень хороший совет. Леш, и все, последний вопрос. Что вы любите делать, когда вам ничего не надо делать? Деньги не кончились. Жена здорова, коты в порядке, их не надо везти в ветеринарку. На будущей неделе съемка, и вы знаете, что она состоится, и что она хорошая. Идеальный вариант, да. Да, идеальный вариант. Вдобавок, у нас есть маленький участок в Подмосковье, где всегда есть чем заняться. Конечно. Всегда. Вот так, в принципе, никаких изысков. Не, ну это очень хорошо. Никакой особой светской жизни. Ничего интересного. Быть, как у всех граждан России. Занимаемся загородным хозяйством или посвящаем время друг другу и котам. И котам. На велико катаемся, гуляем, взявшись за руки. Кофе пьем вкусный. Наслаждаемся летом. Ну, как-то кайфуем от самого процесса жизни. Жизни. Жизни, да, в этом мире. Находим счастье друг в друге и в окружающем мире. И это, по-моему, очень круто. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Я желаю вам от всей души, чтобы вот эта гармония, которая более-менее, да, вот к нам в нашем возрасте приходит постепенно, да, чтобы она редко нарушалась. Да. И с самим собой и снаружи. Очень хотелось бы. Как можно реже. Еще я вам желаю интересных сценариев. Без пистолетов. Без пистолетов. Знаете, может быть, с саблями. Мне кажется, вы бы исторические персонажи были бы отличны. А я бы в музыкальной комедии снялся. Ой, в музыкальной комедии бы отлично. У Карена Шахназарова, «Зимний вечер в Гаграх» или «Мы из джаза». Вот такого плана кино с каким бы громадным удовольствием я снялся бы в такой картине. Вот я вам желаю еще такой картины. И чтобы вы до последнего дня своего с радостью бежали на работу. Спасибо. И с радостью бежали домой. Да, спасибо. И еще я хочу пожелать не столько Алексею, сколько себе. Видеть его на экране чаще и иметь возможность с ним разговаривать. Потому что после общения с ним остается абсолютно светлое чувство. И понимание того, что работая над собой, человек может измениться и стать лучше.